Субтитры делал DimaTorzok Значит, если сейчас будет место подстать автобусу, автобус встанет. Если нет, он нас высаживает и уезжает. А то подъезжает только после уже экскурсии, когда мы все собираемся. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Ндааааааа Субтитры делал DimaTorzok Фотик уже выключен. Готов. Фотик уже выключен. Стой, 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 стой. У меня не появился стиль. Давай я тебя осмотрю на фоне вот этого. Давай, фокус. Ну вы уже сами все поняли, где мы. То есть мы из джунглей лесных перенеслись в каменные джунгли. Наши уже все за угол повернули. Круто здесь, что я могу сказать. Действительно, полноценный город. Ну че, скажи че-нибудь. Я не знаю, что сказать. Это просто офигенно. Офигенно? Ага. И пошла запись. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Слышь, помнится у меня была мечта посмотреть в Нью-Йорке башни-близнецы. Но тут фортануло. Ха-ха. Это, конечно, не они. Но тем не менее. Ну тоже сойдет, да? Да. С тем не менее тех, что взорвали. Эти сойдут за башни. Слышь. Близнецы. Это вообще, конечно, шикарно, да? Все смотрится. Ты довольны? Ты довольны, Клай? Ага. Не забудь. Спасибо сказать. Если б не он, мы б не попали сюда. Если б не он, то мы посетили нашу. Тут вообще круто. Что ты скажешь? Я не знаю. Знаешь? Ха-ха. Ну хоть что-то ты должен рассказать. Ну вообще, я знаю, что сказать. Ну что, пошли к нашим? Что? Не сам. А если они не туда? Пошли. Ну ты как, попал? Слушай, что? Пойдем? Да проходи, все же проходят. Если что, тебя обыщут. Не переживай. Да. Что скажешь? Посмотри назад. Ты бы закрыл вход. Слышишь, Серега? Прокатишься потом. Когда с экскурсией пойдем, вот и прокатишься. Теперь нормально стало. А то у меня тряслось все. У нас двое. У нас двое. У нас двое. У нас двое. Забей. Сколько никто у нас ждет? Ага. Ваш мир будет пи. Ожидайте вас справа с которым? Который будет? Пи. Би сказали. Би. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти хоромы к вашим услугам. Спасибо. Хоромы. Хоромы. Я тебе скажу честно. Я лифтов боюсь. Сглатываем, проходит. Как в самолете, одним словом. Водичку лучше спрятать. Там охрана забирает. Потом на площадке откроете. Чтобы не видно было. Да. Выход у нас будет с противоположной стороны. Уж закатывает. Потому что 30 км в час почти поднимаемся. Выход будет напротив. Как только выйдете. С левой стороны будет вход на площадку. Там вас ожидает мощная, сочная, вкусная мороженое. Фирма Чистая Реня. Лучше, конечно. Лучше чем у Тимати в Блэкстарбурге. От вкуса желудок аплодисменты. 50 лет после вкуса. Прям гастромическое путешествие. Я столько не проживу. Значит по одной фотографии в подарок. И короткометражный фильм о Москве. Вопрос, пожелание, признание есть? Спасибо. Напротив будет вот такой человек. Скажет здрасте, слева от вас ход на площадку. Не смотрите ему в глаза. Прикола никто не знает. Здравствуйте. Слушай. Прикольно. Стой, стой. Покажись, Серега. Ухо. Где твое ухо? Наушники, да? Он там не слетает? Нет, он не слетает. Слышим, слышим. Смотрите, вы можете помочь своим товарищам. Домовер. Скоро. Домовер. Кроме. Да, шутка. Домовер. 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 Чемпионов. Честно скажу, это достаточно скромный 48-й пункт до суда. Итак, в том, что мы видим, здесь плана Радова, высота дает 338 метров. Чем она известна? В первую очередь, с жильцами. В первую очередь, тем, что здесь проживает шумен Иван Урган. В прошлом году он купился здесь апартаментом для дорожного моего соседа. У него не было, то есть, здесь отлично. Типичная стоимость, это не важно. Как мы видим, здесь самым высоким уровнем светлый человек. Чёрт до фига, я скажу. Центр, это наследие советской эпохи, англокстрон, еще 70-й. По правой руке от нас мы также видим башню Эволюция. Башня Эволюция безошибочно определяется по форме в виде молекулы ДНК. Это один из символов комплекса зданий Москва-Сикс. Также на эту башню Эволюцию мы видим вертолетную площадку. По правой руке от башни Эволюции мы видим башню Эмпири, которую очень удобно изучать внутреннюю структуру, не по скреплению зданий Москва-Сикс. Потому что мы видим апартаменты. Здесь все очень прозрачно, все очень видно. В общем-то все башни устроены примерно. За башней Эволюции мы с вами видим башню Эмпири. И это суждано относится к нашему донесению. И вот, по-моему, того же, самого высокого столетика, мы с вами сейчас строим следующий, естественно, шанс. И как же тут? Почему они еще не будут строить? По кубокам располагается общежитие реального городского столетика. То есть это и жилое здание и и жилое здание. Самый городский столетик располагается в поробивах гора, Воробьевом горе, это сейчас второй помещение листового единственного столетика. После Лосиного острова, ранее Воробьевом горе назывались Ленинскими горами, а еще до этого они назывались Телом Боробьевы, тоже революционный бог, по фамилии помещик, который некогда проделывал население. Рядом мы с вами видим также дом на Мосфильмовской, вот такое вот большое-большое здание, как вы видите немножко в формах. А напротив Лужников, напротив Лосковского центра университета, мы с вами видим главную спортивную аренду нашей страны. Это стадион Лужники. Вместивость 89 и 500. Есть башня Москва, и есть башня Сен-Петербург. Башня Москва соответственно выше. Также по правой руке мы с вами видим башню на набережной, мы с вами видим крышу башни Федерации Запад, это еще одна часть публикса башни Федерации. Вот мы сейчас находимся в башне Востока, это башня Запад. А напротив нее мы с вами видим IQ-квартал. Я попросила запомнить высоту министерства страны, 174 метра. Дело в том, что самая высокая точка IQ-квартала, вот этого комплекса здания, как раз 175 метров. То есть вы можете себе представить, как бы за на перспективу смотрелась высотка министерства иностранных дел. Была бы совсем проще. Ну, не на длину. Мы на 150 метр больше находимся сейчас. И вот мы видим, что мы с вами находимся. Справа нам хватит башня Евразия, в приближайшем банку УТБ еще проявляется башня Столка. А между башнями Евразии и между башнями набережей мы с вами можем видеть победы на Поклонной Гарето. Поклонная Гарето известна иском, просто 141 метр 80 сантиметров. Почему такая цифра? Ну, в общем, что это цифра. Потому что велика отечественная война Сеуга, идти... Какая была! Голос из Толка Крым Спустой гемокре, направляю. Хорошо. Поклонная гранда Ну ладно, не отказываться уже. Ва-ва! Собрали. Да, мне вот тоже дали мороженое, я его буду жевать. Спасибо. 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 Здесь самая высокая башня Москва-Связи должна быть на территории Санкт-Петербурга. Здесь самая высокая башня Москва-Связи должна быть на территории Санкт-Петербурга. Здесь самая высокая башня Москва-Связи должна быть на территории Санкт-Петербурга. Здесь самая высокая башня versus дьявола. Здесь самая высокая башня Москва-Связи должен быть на территории Санкт-Петербурга. Это мой. У меня с фотографией. Я вам сейчас отдам вот этот наушник, да? Давайте. Добро пожаловать и приготовьтесь отправиться в путешествие по истории Москвы. Место, где почти девять веков назад выросло небольшое поселение. Приведи корнея братья в Москву. Этой фразой Юрий Долгорукий положил начало летописной истории столицы великого российского государства. И насквозь сталкивается с армией монгольского хана Матвейда. После нескольких университетов столица Павла. Обретая свою крепость, будет возбудить свои первые шедевры архитектуры. С приходом в Анатезе в Москве появляются новые соборы и храмы. Перед центром интеллектуального и военного притяжения в Москве становится двигателем первым. И этот статус в ней предстоит отставить неоднократно. В 1812 году русская армия по праве с Кутузовым покидает горящий город. Оставляет город армии Наполеона. Минута разгорает окла. Москва восстает из петла. В память о бывших воинах столица возводит кафедральный собор войны Христа Спасителя. Созидательное и объединяющая Москва справляется с испытаниями эволюционного периода. Оставаясь в авангарде прогресса. Внести со всей страны она теряет как буречь сражений, так и ярчайшее празднование Великой Победы. Оставляем позади суровое прошлое. Город устремляется к новому витку развития. Белотеринные обережные, Сталинские высотки, парковые и ландшафтные зоны становятся символом стабильности и прогресса Москвы. Столица принимает первые выступления Олимпийские игры на территории Восточной Европы. Окончательно став катализатором будущего всей страны. Динамичная, ревенящаяся, живая. Столица стремится к новым высотам. Возвратия Москва-Сити центр делового потенциала страны. Ставьте пухи и поколения. От невольшого поселения и крупнейшего мира публиционера. От футурия культуры и традиции. Это город Герой. Это Москва. да было интересно я тебя ищу надо забиваться нам у этого как ее у башни ну че рассказывай как у тебя впечатление ты рассказывай не относительно ресторана относительно давай нормально нормально это все что тебе есть сказать нормально и все мне лень говорит здесь вообще шикарно если посмотреть тут поначалу конечно жутко но потом спокойно стоишь вот так у окна уже не страшно как-то либо не страшно ящик в роли там задняя останкинская башня сейчас я покажу где я в Москве раньше работал где я в Москве раньше работал что чего ты не завтра проносить нет не завтра я ее внизу сделал если это можно в Москве я уже не знаю что здесь нет я вы не 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 Да, оно сделано в форме Денка. То есть у вас, смотрю, у всех фотки оттуда снизу, да? А у меня будет фотка отсюда сверху. Ну, как у тебя впечатление? Прикольно. Ну, прикольно. Понравилось? Ну, ты знаешь, как. Спасибо за это. Ну, что, тебе надо рассказать на улице, правда? Почему? Я выделил. С левой стороны, с правой стороны, с правой стороны, с правой стороны. Ну, все. Едем вниз, да? Что-то у тебя лицо такое веселое. Чего-то. До свидания, все доброе. Всего доброго. До свидания. А, тут уже не надо ничего прикладывать, да? Ну, что? Где? Там же, где и заходили. Ты что, не узнаешь? Не, а вам. Вообще? Теперь узнаешь? Первый? Да, теперь. Вот. Всего доброго. Да, едем кататься на эскалаторе. Есть. Ребенок захотел. Ну, как? Я уже забыл. А? Чего-то забыл. Здесь. Видишь? Сейчас посмотрим, что тут есть. А вон там эскалатор превратился в обычную лестницу. Так что мы не только по лесам лазаем. Там вон какие-то... Типа роботов стоят. Хотели туда, но тут все эскалаторы закрыты. На тот уровень. Так что... Костюмы рептилоидов. Облом. На нас туда не впускают. Ты думаешь, рептилоиды? Видим, здесь здание рептилоидов. Хотя, да. Сынок прав. Здесь здание рептилоидов. Раз нас не впускают туда, в целом. А это... Ихи спецскафандры. Написались. Идем. Вот и я думаю, куда пойдем. Сами нам заболоть что-то. Ну да, пришли мы оттуда. Ну что, пошли дальше? Ну да. Оно все... Эти небоскребы все стоят по кругу. Мы были в самой середине. Ага, понятно. Потому что вот они. Нет, ну слушай. Угарно, да? Ага. Нашел я это здание. Оно вон там находится. Надо как-то вон там обойти и пойдем туда. В общем, Москва-сити круто. Гори, там вонщики. Пускай. Мне вообще еще до сих пор не верится, что я здесь. Все-таки хорошо быть фотографом. Смотрите, какая у него там альфа-девушка. Я тебя понял. Ну а что? Разве я не прав-то видел, да? Ха-ха-ха-ха. Я не знаю, чего это. Но штуки прикольные, да? Но я вижу то, что в одном таком шаре есть шары. И там я. Ну да. Смотри, в шар, в шар. Там вот. Который смотрит на шары. Так и есть, да. И во всех шарах. И так бесконечно. Это, короче, бесконечность. Бесконечная пространство. Это такая зеркальная комната. Где-то мы заблудились. Походу, мы не в ту сторону по кольцу пошли. Мы не в ту сторону по кольцу пошли. Сделано все в зеленом стиле. Вообще цвет шикарный. Мне такой зеленый цвет нравится. Тебе, Серег, как? Эээ, ну и глаза нравится мне. Не знаю. У меня метро в места, по-моему, на проекте. У меня ничего на глаза не давит. А так, на случай, если здесь чисто шляешься, я не знаю. Да? Причем. Я даже знаю, какого здания. Чего ты? Ха-ха! Я не ошибся. Мы его нашли. Это ошибся я. Я думал, мы не в ту сторону идем. А вы смотри, там вы сейчас ищите. Да. И в итоге... Я думал, это просто такой мрамор. А оказывается, то здание... На нем изображен лес. В общем, мы снова в лесу. Улицу в море. Да. Только в камерах. Какая свишка. Как в одной песне. Прямо не Москва, а какой-то Нью-Йорк. Да? Ха-ха-ха! Есть файл такой. А если бы сейчас не в Нью-Йорке... Все равно здесь не раздавят. Ха-ха! Да он угораю сам на себя. Редактор субтитров! Все может быть Да нет, я смотрю, они настолько зеркальные Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok